Напишите, пожалуйста, если будет тоже, когда зима, давайте на лыжах, когда летом, давайте качаться в парку, или... Это шуба, поэтому, может быть, здесь давление сильнее. Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos, на канал Kiki Мексиканец. Сегодня очень интересное видео, я вам хочу рассказать о 8 вещей, которые, кажется, что для русских очень важны. И до этого, до того, что я жил в России, вообще для меня это не имело значения. Заранее я вам хочу сказать, что это мое личное мнение, я знаю, что, может, нету всех такое, но, я думаю, очень много из этих моментов повторяются. И напишите тоже в комментариях, если вы тоже согласны с этим 8 пунктом, которые я готовил для вас. Номер один, и это больше касается девушкам, это шуба. Иметь шубу в России, это очень важно, супер важно. Понятно, в Мексике жара, тепло бывает в шубе, я вам хочу сказать, но это для нас такой супер элитный, когда только очень богатые люди могут себе позволить носить шубу, когда плюс 10 градусов в ночь. Да, это смешно, но есть такое. Но иметь шубу в России, это очень важно. У вас погода не такая добрая, как у нас, и пригодится. И заметили, что очень часто родители подарят дочерям шубу. И мне кажется, что эта покупка вообще непростой процесс, нужно много сходить, померить. И вы знаете, русские девушки очень переживают, что, наверное, только одна шуба, две шубы или три. Ну и в России девушки могут измерять другие девушки, сколько денег у них есть, учитывая количество шуб. И это очень важный показатель в России, когда вообще для нас, как всем пофиг, и даже об этом не задумываем, девушки об этом не страдают, что у них нет шуб вообще. А в России это важно, важно иметь шубы. Но, конечно, я понимаю, это очень красиво, и мне понравилось, что, допустим, очень часто девушки просто надевают платье красивое, сразу шубы могут на холодно, потому что они очень теплые. И второй пункт, который я заметил, это, что для девушек очень важно выйти замуж, когда они молодые. И очень часто я так слышал, я не хочу никого обидеть, но, правда, я слышал, что девушки ходят в университет не чтобы учиться, а именно, чтобы найти мужа. Что они, вот, это первые четыре года, и, допустим, им не важно в конце учебы получить диплом, а получить консо. И мне было очень интересно, когда я учился, у меня было много друзей, моложе 25 лет, и они уже женаты. И, в принципе, у нас в Мексике мы начинаем планировать после 30. И, да, мне кажется, в этом плане мы особо не паримся. Здесь очень интересно, что в России внутренний паспорт пишут, когда ты женат. А у нас, мне кажется, везде, наверное, нам не пишут паспорт, если ты женат, не женат. Поэтому, мне кажется, в России тоже это как доказательство, потому что паспорт вам всегда нужен, и сразу человек может быть, если ты женат, или она вышла замуж, или не вышла замуж. А в Мексике просто так ты не докажешь, тебе нужно официальное свидетельство, если ты это хочешь доказать. Поэтому, может быть, здесь давление сильнее. И давайте сделаем статистику, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько лет вам было, когда вы вышли замуж или женились. И в раз мы говорили, что в России очень важно жениться поскорее, приходим к третий пункт. Это то, что рано нужно уйти от родителей, то есть не жить с родителями. Тоже мне поражало, что есть много друзей, которые с 18-17 лет уже не живут с родителями. И это очень сложно для нас представить. Можно сказать, что и в Мексике можно найти люди, которые 30 лет и еще живут с родителями. В принципе, никто не спешат так. Нам удобно, то есть такой план, что пока ты найдешь хорошую работу, мы все понимаем, что не хотим платить еще с отдельную комнату или отдельную квартиру. Нам хорошо с родителями, очень хорошо с мамой нам кормят. Но, мне кажется, в России это очень важно жить отдельно. Это моя жизнь уже, мой период, поэтому я хочу быть несовисимым. И, мне кажется, для России очень важно это чувство несовисимости, особенно от родителей. И четвертый пункт, пожалуй, один из самых интересных пунктов в этой списке, это отпуск. Отпуск для русских. Для меня всегда было очень сложно и до сих пор не могу привыкнуть. Я как-то понимаю, почему так, но все равно я не такой. Это то, что отпуск это просто пляж, солнце и ничего больше. Для меня всегда было очень странно, когда люди просто на две недели идут просто, чтобы загорать гостиница, пляж, гостиница, пляж и две недели. И со своим опытом, когда посуществляют русский, меня всегда очень удивилось, что они просто ничего не хотят делать. Просто загорать, читать и загорать, и загорать сказал. Это нереально. Я очень люблю путешествовать, но я не могу себе представить быть две недели только на пляже. Я думаю, в последние дни я просто буду засыпать себе песок на глаз от скуки. Я просто не знаю, что буду делать. И всегда, когда, допустим, была поездка в Египет, я всегда придумал какие-то экскурсии, сафари или, допустим, в Канкуне. Ну, давайте еще пойдем в пирамиды, музеи, что-нибудь, город, какие-то деятельности. Или в Таиланде я придумал маленькую экскурсию в Камбодию, потому что я не знал, что можно сделать столько дней на пляже. И вы очень спокойны с этим, для вас очень важен такой вот отдых. И мне кажется, в Мексике я не слышу, что просто две недели лежать, загорать и отдыхать. Мне кажется, у нас всегда есть какая-то экскурсия, какая-то более поактивная. И солнце, в принципе, мы не так сильно ищем. Ну, это вам понятно. И, пожалуйста, пишите в комментариях, если вы тоже любите такой вид отпуска, только пляж. Напишите, куда вы были и сколько максимум дней вы были на пляж. Эй, амиго, не забуд подписываться. И раз мы говорили о отдыхе, пятый пункт – это иметь дачу. В России очень важно. У меня, кстати, есть интересное видео, как я посещал дачу. Пожалуйста, посмотрите. Ну, и в России, мне кажется, дачу есть на очень много бюджетов. То есть, мне кажется, с маленьким бюджетом можно иметь свой участок и летом проводить, сажать. Всё это потом мы сами есть. Ну, и, в принципе, в Мексике иметь свой участок – это очень редко, потому что дорого для нас. Не все могут это себе позволить, как в России. И, опять же, я, мне кажется, у меня просто не близко знаком в Мексике, что летом поехали на свой участок, и они сами сажали помидоры, огурцы, картошки. И потом они с удовольствием сели или раздарили после сезона. Ну, и, мне кажется, это вообще нет у нас. А в России это очень важно. Я помню, когда это сезон. Все супермаркеты везде продают вещи для дачи, чтобы мы могли сажать разные семечки. И это очень активно, очень красиво. Но это тоже очень важно для вас. И даже мы об этом не задумывались. О такого вид отдыха. И шестой пункт – это спорт. В России очень важный спорт. И вы молодцы. Правда, это замечательно. И, в принципе, неважно, какой сезон, всегда есть какой-то либо вид спорта. И, например, летом есть такие тренажерные на улицах, все качаются. Напишите, пожалуйста, если вы тоже, когда зима, давайте на лыжах. Когда летом, давайте качаться в парку или бежать, или на конках, на роликах. Какой ваш любимый вид спорта? И седьмой пункт – это от того, что русские очень часто страдают, когда они в Мексике, потому что это очень сложно найти, и для вас это прям очень-очень важно. Это чай. Вы можете идти в ресторан, и не везде дают чай. И, может, даже в меню этого не включают. И, может быть, для вас действительно какая-то сложная задача – найти чай. Я вам честно говорю, если ко мне не пришли гости, я вообще не покупал чай. И в этом доме чая не было. Потому что я пока не чувствую прям эту необходимость. И, например, в моем случае я пью чай только когда болею, когда себя плохо чувствую. Поэтому это мне напоминает это состояние. И да, действительно, он помогает, когда я себя неважно чувствую. Но когда мне все хорошо, в принципе, мне вода достаточно, или какой морс, компот, все. Но в России то, что у тебя нет чая дома, это просто невозможно представить, потому что для вас это очень важно. Ну, и я же говорил, что чай очень важен в России. Напишите, пожалуйста, сколько чаши чая вы пьете в день? Ну, и последний пункт – это праздник. Мне кажется, для вас самый важный праздник – это Новый год. Напишите, пожалуйста, в комментариях все, если это действительно так. В принципе, для Мексики Новый год – это важно, но для нас важнее Рождество, конечно. Это для меня как более теплая атмосфера. Праздник, подарки мы делаем на Рождество, а на Новый год можно, но как-то более символично. А в России Новый год, во-первых, столько дней отпуска, да, обычно больше неделю. Это здорово. А все как-то замечают, что для России очень важно, потому что действительно, мне кажется, настроение меняется. Первые дни Нового года, тоже конце Нового года, ты чувствуешь прям, прям люди, они заряжены. И мне кажется, я начинал больше ценить Новый год с тех пор, когда я переехал в Россию. Ну, мои дорогие амигос, пожалуйста, пишите в комментариях, что для вас было самое интересное. Напишите, если я что-то пропускал, если что-то, о котором я говорил, действительно не важно для вас, тоже пишите. Вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь на ваших соцсетей. Я буду безумно благодарен. Надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте подписываться, ставьте лайк, колокольчик, чтобы вы могли получить новые видео. Знаете, что мы загружаем видео по субботам в 10 утра. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Абьёс, амигос! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok